Приветствую вас, Канна, я полагаю, так вас зовут. Смотрите, ваша ситуация довольно многогранна, в том смысле, что содержит в себе несколько моментов, несколько важных деталей. Первая деталь касается того, что у вас навязчивые мысли. Навязчивые мысли всегда связаны с определенной потребностью. Навязчивые мысли человеку всегда для чего-то нужны. Они ему для чего-то важны, даны. Не сложно догадаться, что вас в какой-то степени отвлекают от дел, от того, чем вы занимаетесь, то, что происходит. То есть, несложно увидеть, что вас отвлекают от навязчивых мыслей. Они мешают вам устраивать отношения с людьми, да, такие вот адекватные и все такое. И важно понять, для чего бы вам это. Зачем? Для чего вам эти мысли даны? То, что вы хотите от них избавиться, от этих мыслей, это, в принципе, хорошо. Но, до тех пор, пока не будет понятно, для чего вам эти мысли, какие желания с ними связаны. Ситуация ваша не изменится. Следующий момент. Вам кажется, что на вас обиделись. Я могу здесь сказать следующее, что, как ни странно, это проблема личных границ. То есть, вам не хватает такого здорового разграничения себя и других людей. Потому что обидеть на самом-то деле никто никого не может. Именно обидеть. Человек обижается всегда сам. Это выбор человека обижаться. Вы можете сказать ему что-то, что его обидит, но обидит человека, что его заденет, точнее, но обидит человек сам. Вообще обида очень детская. Детское чувство и поведение продиктованное обидой. То, что, мягко говоря, выглядит по-детски. По-детски незрело, по-детски поверхностно, по-детски деструктивно. Потому что обиды, в том числе, это еще и достаточно манипулятивная модель поведения. Чем это связано, вот то, что это манипулятивная модель поведения? Тем, что цель такого поведения всегда, я повторюсь, всегда, состоит в вызове чувства вины. И таким образом склонению человека к тому, чтобы сделали то, что хочется обижаться. Здесь и неоправданное ожидание, имеет место быть абсолютно неоправданное. И перекладывание, ответственность, это самое вот ожидание. И еще, это не представленное в сознании. Представление о себе. В полной, что важно, мере. Этого нет. Отсюда такие вот трудности. Представление о себе, потому что обиды, это как раз то, что задевает человек. Можно сказать, что обиды, это потенциал для роста. Вместе с тем, у вас есть проблема с матчингой. Со страхом остаться одной, то есть не принятия в себя. И вместе с тем, вы склонны к жалости. Это ваш способ защищать себя от других людей. Именно за счет жалости. Что важно, хоть и достаточно, ну, достаточно негативно. Потому что жалею человека, вы оспариваете справедливость того, что с ним происходит. К сожалению. Вот. То есть, эм. Такая. В общем и целом. позиция достаточно важную. И последнее это критика, если тут у вас болезненное реагирование на критику, конечно это связано опять же с тем, что критика вас задевает, что вам очень важно доказать что-то людям, которыми вы находитесь в отношениях вероятно. То есть вам именно важно доказать, что вы находитесь в такой постоянной борьбе вероятно. В борьбе как раз с этой историей, что мне нужно отстоять, мне нужно доказать что-то. Это очень важный момент, вот такие проблемы. А как их решать только через психотерапию? Так что-то других путей в принципе нет. Но я могу вам сейчас просто предложить вот подумать несколько на тему того, чем для вас так страшно, что люди могут обидеться. Это правда. Вы правы. Понимаете, вы правы, когда говорите, что человек может обидеться. И вы правы, что это совершенно случайная история. Понимаете? То есть совершенно случайно, но не обидит человек. Вопрос в том, что это не ваша ответственность, что это не вы за это отвечаете, а сам человек. Поэтому учиться брать на себя личную ответственность, за свое, скажем так, естественное поведение. То есть поведение такое, которое соответствовало бы тому, от чего выходить. Очень важно. И вот, соответственно, такая вот история. Избавляться вам ни от чего не нужно. Все это вам дано для того, чтобы... Точнее, все это вам дано потому что. Не для того что, а потому что. У вас есть определенное состояние. Это состояние можно и нужно менять. Вот. Тогда и эти негативные проявления уйдут. Вот. Избавляться ни от чего не нужно. Потому что это честь вас, это честь вашей личности. И как и любая другая честь вашей личности, вам данная честь личности конечно же нужна. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok